Россия и Куба сотрудничают много десятилетий. И все же россияне долгое время о кубинцах знали немного. Что они любят ром, сигары, веселье. Живут на острове Свободы, за который сражались Фидели Чагивара. Это сейчас в Москве много танцевальных школ, в которых преподают кубинцы. Но в начале 2000-х бачата, сальса, регетон еще были экзотикой даже для Москвы. Не говоря уже о российской глубинке. Диана – профессиональная танцовщица. Мечтала о сценической карьере на кубе. Но после хореографического института судьба забросила ее не просто в Россию, а в зимний Магнитогорск. Я помню, что я только сидела и смотрела люди в этих одеваниях, куртках, шапках. Ну, я как бы на них смотрю, на себя смотрю, понимаю, что я как бы не в чему. У меня там уже мама в аэропорту так ждала с курткой. Ну, так, ничего, пришлось по автобусу как бы шустренько пройтись. Ну, ничего, в принципе, зато я закалилась, и я сразу поняла, что такое холод. Диана наполовину русская. Может, поэтому она легко адаптировалась к суровым морозам. Но влиться в русский танцевальный мир оказалось гораздо сложнее. Я-то больше, конечно, контемпорари люблю. Это ближе к балету, только босиком. И в Магнитогорске, там был дворец культура, большущий. Но там танцевали не контемпорари. Да, для меня это... Да, да, я первый раз в жизни одела такую штуку на голову. Я помню, что она у меня все время падала. Как это будет так, что эта штука не спадает? Это был мой первый танец. Он, по-моему, назывался «Гджел». Что-то я там в сапогах еще. Я очень сильно расстраивалась, конечно. Но я приняла это как «почему нет?». Потом я танцевала на свадьбах. Я еще, мне было страшно. Там же все гуляют. Веселюха у меня со мной. Мама шла, она меня ждала на улице. В Магнитогорске экзотическую кубинку с веселым характером быстро признали своей. Диана представляла город на конкурсах по латиноамериканским танцам. А в какой-то момент она поняла, что хочет научить русских танцевать бачату. Все-таки моя мечта была стать танцором. Это тоже был такой момент переломный. Осознать, что я теперь учу танцевать людей. Все, что у меня сейчас есть, и этот опыт, который я набралась в этой школе в Магнитогорске. Все, что я поняла, как учить русских людей. Ведь это другие люди, другая особенность. Это не то же самое, что учить кубинца. Немножко все это отличается. Вот это всего я научилась там. И уже, когда я, получается, выросла оттуда, уже переехали в Москве. Ну и здесь уже другой сумбур. Кубинская жизнь и радостность и уральская закалка помогли Диане быстро освоиться в Москве. Ее приглашали на шоу, она снималась в кино. Здесь же встретила своего мужа, кубинца Томаса. Он профессиональный танцор из балетной семьи. объездил полмира, прежде чем оказался в Москве. Ну, он сказал, что он остался здесь только из-за меня. Так что, видимо, для него Россия – это я. Недавно Диана и Томас открыли свою танцевальную школу. По словам Дианы, произошло все очень быстро, потому что им помогали российские друзья и знакомые. У нас просто столько людей, которые просто так на помощь бегут и просто даже без какого-то вот… Они не претендуют, что мы что-то им дадим. Вот просто так хотят нам помочь. Да, у нас школа, она не наша, она общая. Я даже не могу сказать, сколько здесь людей вкладывали в свою душу. Кубинцы покоряют россиян своей улыбкой, позитивом и желанием постоянно танцевать. Почему вы постоянно танцуете? Я-то половинчата, то есть у меня-то мама русская, папа кубинец. Ну, вот вы вообще, почему вы постоянно танцуете? Это как будто их манера, что ли… Ну, то есть они же довольны, и вот они как бы через танцы передают вот это вот состояние, сейчас настроение какое. Ну, то есть если он не танцует, значит, все очень плохо. Вот. Но если все нормально, он прям… Причем неважно возраст. Мы очень рады, если мы можем как-то даже из вас вытащить вот это вот, то, что у вас там глубоко-губоко сидит, из-за вашей культуры немножко стеснительная. Мы учим не только танцевать, мы учим людей быть собой и любить себя такими, какими они есть. Наша задача – это вот делать людям счастливыми. На Куе очень такая богатая мифология. Поэтому я не просто такой лексу, она есть богиня моря, же моя. Поэтому ракушка и вот такие элементы, потому что она немножко связана с морем. В кубинской культуре перемешались мифы, легенды, обычаи и традиции разных континентов. Этот культурный микс, наверное, и подталкивает кубинского художника Амара Гадинеса к творческим экспериментам. Например, он любит соединять разные художественные техники, трансформировать известные образы. Это ремейк, известная картина Пикассо. Верник, но это переосмысление, другая трактовка. Это воспоминание тех конфликтов, которые были и есть, и происходят в мире. Это принцип остановить войну, беспредел, насилие. Вот видите, это с лексом, плачевшая женщина. И какие-то метафоры, метафоры всякие. Пас в лошадь, но она здесь перекрыта, как будто это цензура. Амар большую часть жизни провел в России. Он закончил институт Сурикова, почетный член Академии художеств. На Кубе бывает редко, но она, конечно, живет в нем. Его картины наполнены тропическим солнечным светом, в котором органично уживаются символы двух родных стран. До пандемии Амар часто выезжал с выставками в российские города. Очень любил проводить мастер-классы для воспитанников интерната. Сейчас удается организовать лишь совместные с коллегами выставки в небольших залах. Но Амар, как истинный кубинец, не унывает, а каждое событие воспринимает как праздник. Тем более, что выставки помогают собрать старых друзей и познакомиться с молодыми кубинцами, приехавшими в Россию за своей мечтой. Россияне любят отдыхать на Кубе. Белый песок, солнце, океан, зажигательная музыка. Но самим кубинцам там живется нелегко. Очень низкий уровень дохода. Поэтому за своими мечтами они едут в Россию. Наталита стремится стать врачом. На Кубе она прошла курсы медсестры, приехала в Москву, чтобы продолжить учебу. Сейчас работает в стоматологии. Пациенты сразу обращают внимание на мою необычную для вас внешность и отвлекаются от своего страха перед процедурами. Наталита планирует за год освоить русский язык, чтобы поступить в мединститут. А в свободное время занимается боксом. Отчасти потому, что это один из популярных видов спорта на Кубе. Бокс помогает развивать силу, интеллект и духовность. Ведь здесь нужно быстро принимать правильные решения. За неверное решение тут же прилетит удар. Мне кажется, это очень хороший вид спорта. В Москве Наталите нравится. Единственное, очень не хватает солнца и моря. На Кубе у мамы бывает редко. Поэтому каждый приезд превращается в праздник. Мы, кубинцы, и так всему всегда рады. А когда мы с сестрой приезжаем к маме, это вообще праздник для них, который продолжается и после нашего отъезда. Из Москвы она везет полный чемодан подарков и русских сувениров. На Кубе все ждут матрешек в подарок. Но, конечно, я стараюсь привезти и другие подарки. Каждому что-то свое. Наталита любит готовить традиционные кубинские блюда. Но найти в Москве нужные продукты не всегда получается. И она придумала им нехитрую замену. Что-то иногда нахожу на рынке, но если нет каких-то продуктов, заменяю их картошкой. Традиционные кубинские блюда. Свинина в пряных специях. На Кубе ее жарят на открытом огне, в России на плите. И рис, подобие плова с овощами и фасолью. А это маленький уголок Кубы в центре Москвы. О далеком острове напоминают детали. Сигары – один из символов Кубы. Коллекция моделей, привезенная из Гаваны, где так любят большие автомобили. Клуб открылся недавно, и по задумке владельца, должен стать сердцем московских кубинцев. Мы изначально планировали, чтобы здесь была представлена культура Кубы. Уже проводили выставку нашего соотечественника. И дальше будут выставки, музыкальные вечера. Они уже проходят. Песни, танцы, юмор – все здесь будет. Кубинский народ не может жить без своей культуры. У проекта хорошая идея, поэтому нам поверили и помогли с открытием. Джордж давно живет в России, учился здесь. Изначально его профессия далека от ресторанной сферы. Но ради создания и поддержки кубинского духа в клубе он встал за барную стойку. Культура наша, она такая. Живи с эмоциями, всегда живи с позитивом. И тебе, вокруг тебя все будет хорошо. Когда ты просыпаешь, да, каждый день, ты думаешь, у меня будет хорошо. Это зависит от тебя, все здесь и в сердцах. Без этого никто. За национальные блюда ответственен, конечно, шеф-повар кубинец. Это традиционное кубинское блюдо. Мясо можно свинину, курицу с тушеными и жареными овощами. Здесь жареный батат, банан. Это блюдо подают с салатом. Мы всегда рады друзьям и готовы накормить самым вкусным. Клуб открылся в непростое время, но тут же объединил и кубинцев, и тех, кому близка культура солнечного острова. А главной сближающей силой стали, конечно, танцы. А еще кубинская улыбка. Кубинский народ живет на позитиве. Мы умеем общаться со всеми. Улыбка живет у нас внутри, и она идет впереди нас по жизни. И музыка у нас внутри. Готовим – танцуем. Думаем – танцуем. Даже когда ссоримся, тоже танцуем. Кубинская диаспора – одна из малочисленных в Москве. Сказывается удаленность континента. Но у кубинцев талант создавать вокруг себя мир солнечного острова. Попав под их обаяние, становятся понятны слова советской песни «Куба далеко, куба рядом». «Куба далеко, куба рядом, куба рядом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова